Следующий матч для разбора, Южная Америка, Чили против Венесуэлы играет, и мой прогноз, чилийцы фора минус 2. Коэффициент, честно говоря, маленький, 1.83, но еще пару дней назад, когда я анализировал событие, он был 1.94. То есть за это время он достаточно, ну серьезно, достаточно упал. Но тем не менее, я решил взять это событие, потому что здесь я самое минимальное, что вижу, это возврат. Хотел еще взять все-таки фору минус 2.5, но на мой взгляд, это все-таки риск. Почему я решил взять такую большую фору на чилийцев? Ну, начнем с Венесуэлы. Команда играет просто ужасно, команда занимает последнее место, лишилась всех шансов попасть на чемпионат мира в Россию. Если у себя, по крайней мере, им удается забивать голы, например, в предыдущей игре они с перуанцами сыграли 2-2, то в гостях у них просто, ну ничего не получается. Сами посудите, посмотрите на результаты. Проигрыш Эквадору 0-3, Уругваю 0-3, Колумбии 0-2, Боливии, Бразилии 2-4, 1-3, соответственно. И лишь одно наборное очко в гостях, ничья против перуанцев 2-2. То есть, если вы посмотрите на результаты, то в тех матчах, где Венесуэла проиграла, фора минус 2 на хозяев проходила везде. Либо же был возврат, либо же ставка полностью заходила. В последних же матчах это событие проходило, и это как раз связано еще и с тем, что команда просто-напросто потеряла шанс попасть на чемпионат мира. Что касается чилийцев, они мне просто очень нравятся. Я был воодушевлен их игрой против Аргентины, думал, что команда будет играть от защиты, но нет, чилийцы с первых минут побежали вперед, было несколько опасных моментов, и это против аргентинцев, команды, которые играли у себя, команды, которые славятся обороной, атакой, и вообще по классу гораздо выше той же Венесуэлы. Да, чилийцы поиграли 0-1, но эта игра была в гостях, и тем не менее игра оставила очень хорошее впечатление. Что касается домашних игр, то здесь чилийцы выступают очень хорошо. Победили Уругвай в предыдущей домашней игре 3-1, то есть Уругвай серьезную команду, и здесь фора минус 2, за нее мы бы получили возврат. Перу 2-1, Бразилию даже победили на самом поле 2-0, и лишь было одно поражение от аргентинцев 1-2, и ничья с колумбийцами 1-1, но команды все-таки достаточно серьезные, и эти матчи пришлись на первую часть отборочных игр. В последних же матчах чилийцы показывают очень добротную игру, и важно понимать, опять же, что команда несется вперед, при своих болельщиках они не будут останавливаться на одном-двух забитых мячах, и сейчас они играют против Венесуэлы, явного аутсайдера этой группы, который практически всем проигрывает с форой минус 2-3. Тут они приезжают к одной из лучших команд, которые играют просто замечательно дома. Из-за поражения у Аргентины чилийцы опустились на 6-е место, это место не позволяет им пробиться на чемпионат мира, но от второго места их отделяет всего лишь 3 очка, то есть плотность сумасшедшая, поэтому чилийцы будут грызаться в эту игру, и, я уверен, с разгромным счетом победят. И что касается последних матчей между этими командами, ну, во-первых, даже в первом круге чилийцы в гостях победили 4-1, то есть даже в гостях фора минус 2 прошла. И также среди последних двух игр у Чили, команда также нанесла разгромное поражение в Венесуэле. 5-0 и 3-0, уверенные победы. И здесь я ожидаю такую же уверенную победу над чилийцами, поэтому поставил 2,5 тысячи рублей на фору Чили минус 2. Коэффициент события 1,83. Всем успехов, обязательно посмотрите мои другие прогнозы на матчи Южной Америки, там коэффициенты гораздо выше. Ну и подписывайтесь на канал, если прогноз вам понравился, ставьте лайк и переходите в группу, там будет обещанный двойник на сегодняшний день. И коэффициент этого двойника составляет 2,9, я поставил на событие 3 тысячи рублей. Напоминаю то, что в своих прогнозах я все больше выражаю свое собственное мнение, а не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой в нем происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе, чего желаю вам. Ставьте с умом. Успехов вам!